Спасибо, глубоко уважаемый Дмитрий Юрьевич, Светлана Ивановна, глубоко уважаемые коллеги. В нашем докладе сегодня речь будет идти о рациональной эмоколитической терапии. Я безмерно благодарна уважаемой Светлане Алексеевне. Она значительно облегчила и, возможно, сократила мой доклад с учетом того, что, Дмитрий, не справляюсь. Направление куда? Техника и женщины, вещь нечасто совместимая. Переключение. Спасибо. Право. Итак, если мы говорим о моколитиках, то, конечно же, мы говорим о том, что кашель – это рефлекс, который направлен на восстановление проходимости дыхательных путей. И осуществляется это за счет удаления секрета и восстановления мукоцеллярного клиренса. И уважаемые аудитории, где приятно видеть представителей первичного звена здравоохранения и высоко специализированных клиник, понятно, что клиника кашля варьирует от сильного, который может быть даже болезненным и значительно нарушает состояние ребенка, до совершенно незаметного, постоянного, скажем так, подкашливания, которое практически не влияет на самочувствие. Конечно же, если говорить о причинах кашля, то начинать нужно с инфекций, которые, как уже звучало в докладе, уважаемая Татьяна Алексеевна, в зависимости от возбудителя имеют свои точки приложения. Конечно же, мы помним о том, что бронхоспазм, развивающийся у ребенка, самый яркий такой вариант, это бронхиальная астма, также сопровождается кашлевым рефлексом и различные варианты обструкции дыхательных путей, как и отек легочной паренхимы разного генеза. Причины нарушения мукоцеллярного клиренса, они известны, постоянно дополняются новыми данными. И вы хорошо знаете, что это гиперплазия слизистой бронхой, бронхов под влиянием инфекционного, либо аллергического, либо иного генеза воспаления. Что это отек слизистый с повышением секреции слизи, увеличение вязкости секрета достаточно часто. К сожалению, сопровождается это снижением образования сурфактанта. Может развиваться бронхоспазм вначале как защитная реакция, потом приобретающий патологическое значение. И собственно мы говорим о тех ситуациях, когда отмечаем дискиносию бронхов при уменьшении калибра на выдохе более чем на четверть от калибра на вдохе. Это все ложится прекрасно. Чем младше ребенок, тем более выражены анатомо-функциональные особенности бронхолегочной системы. Они все прекрасно иллюстрированы данным слайдом. Вы их видите, знаете, и поэтому идем дальше. Не повторяя эпидемиологию формирования заболеваний, вот здесь более подробно речь идет. Конечно же, кашель и ОРВИ прямая связь, она уже доказана. Но вот если мы будем говорить о структуре всех болезней детского возраста, мы скажем, что частота бронхитов порядка 5%. А уходя в возраст более ранний, скажем, дети раннего возраста, здесь уже от 15 до 50%. И ясно, что в условиях городов больших, в условиях определенной скучности, которую, к сожалению, сейчас диктуют наше не совсем спокойное, не совсем мирное время в определенных регионах, этот вопрос приобретает особое новое звучание. Третий доклад, в котором звучит, что в Украине ежегодно острыми респираторными заболеваниями страдают до 14 миллионов человек. И если мы обратим внимание на то, что у деток до 3 лет ОРВИ регистрируется в 65% всех случаев заболеваний, то, конечно, кашель, как основной симптом, требует ответа на вопрос, лечить или не лечить. С учетом актуальности темы, вот здесь перечислены гадлайнсы, вы все прекрасно знаете, мы стоим уже на первой ступеньке трансформации медицины. Сейчас активно, очень первичное звено вовлекается в процесс создания протоколов локальных, и мы слышим просьбы с разных сторон об оказании помощи в создании таких протоколов. И мы уже хорошо поняли, что европейский опыт, который имеется, те гадлайнсы, которые имеются, спасибо уважаемым коллегам, которые предыдущие доклады делали о ссылке на Кокрановскую базу, посмотрите, сколько лет подряд публикуются гадлайнсы с разными вариантами подхода к лечению кашли. 15-й год, 8-й год, 14-й год, 16-й год, ведущие журналы европейские, специализированные, высоко специализированные, все это как бы абсолютно не случайно. То есть поиск правильного рационального подхода к лечению кашля у детей продолжается. Возможные респираторные симптомы здесь представлены только для того, чтобы вывести кашель на первое место, как, собственно, и диктуют все представленные выше гадлайнсы. Конечно, вы обращаете внимание на наличие или отсутствие тахипноя. Этот слайд напоминает вам, что 60 и больше у деток до 2 месяцев, более 50 после года и детки до 5 лет, которые имеют порядка 40 и более частоту дыхательных движений, заслуживают особого внимания. Патофизиология, которая может вызывать эти изменения, представлена на слайде. Вы видите, что это и гипоксимия, и отек легких, и паренхематозные заболевания, рестриктивные, абструктивные поражения. Хочу только обратить ваше внимание на то, что не каждый ребенок, у которого есть одышка, это ребенок с бронхиальной астмой. Хотя кашель может быть единым симптомом при установлении столь грозного заболевания, но тем не менее те факторы, которые представлены на данном слайде, они позволяют как-то изначально отдифференцировать на первичном этапе общения с пациентом, является ли он угрожаемым по развитию астмы или имеет ли он это страдание. Апноя, которая может развиваться у детей разного возраста и чем ребенок моложе. Сейчас мы уходим вообще в период неонатальный, постнеонатальный, и говорим о том, что апноя более 20 секунд, особенно в сочетании с бледностью, цианозом, судорогами или слабостью, это очень серьезная вещь, которая требует исключения целого ряда проблем, как инфекционных, так и со стороны центральной нервной системы. Итак, возвращаемся к кашлю, который является наиболее часто встречаемым респираторным симптомом. И хочу обратить ваше внимание на то, что почти каждый третий ребенок-школьник будет продолжать кашлять на протяжении 10 дней после начала простудного заболевания. А если мы говорим о детках дошкольного возраста, то 10% из них могут кашлять в течение трех недель, что требует, безусловно, и проведения дифференциальной диагностики, и уточнения происхождения кашля, и решения вопроса о том, лечить или не лечить. Кашель разного генеза. Замечательные совершенно картинки, которые иллюстрируют возможность происхождения кашля. И опять-таки мы повторим, что у детей раннего возраста на первом месте инфекции и неинфекционные факторы могут иметь достаточно важное значение. Помним о том, что может быть абсолютно не связанная с инфекционным фактором причина, такая как гастроэзофагальный рефлюкс у детей раннего возраста, инородные тела. И именно в этой возрастной группе имеет значение врожденная аномалия трахиобронхиального дерева, которую необходимо выявить. Дети старше трех лет, здесь понятен спектр, который сопровождается развитием кашля. Вы видите здесь неинфекционные причины, которые могут иметь место. И обращаю ваше внимание на то, что сейчас уже выделяют группу кашля психогенного происхождения. Психогенный кашель у деток школьного возраста, как правило тех, которые есть отличники, у которых очень высокая личная планка, которые ставят себе очень высокие цели и во что бы то ни стало их достигают, или дети, у которых имеют место стрессовые ситуации в семье. Кашель постоянный, но он абсолютно отсутствует во время ночного сна. Диагноз устанавливают на основании исключения всех других причин возможного возникновения кашля. И здесь в плане лечения, конечно же, консультация в первую очередь психолога. Это что я сделала? Так, прошу прощения. Классификация бронхитов, которая сейчас представлена на данном слайде. Но если все-таки исходить из того, что МКБ-10 существует, возможно, в течение последнего года сейчас, мы, тем не менее, сегодня ссылаемся на те данные, которые приводятся в ней. И мы выделяем по-прежнему острый простой бронхит. Далее, обратите внимание, в этой классификации нет обструктивного бронхита. Сразу же рубрика «Острый бронхиолит», в которой школа европейская включает привычный для нас, для всех острый обструктивный бронхит. Ну, пожалуй, как вариант, если можно, так сказать, легкого или среднего типа течения бронхиолита. То, что мы с вами привычно называем бронхиолитом, это тяжелая форма, которая дифференцируется уже в условиях стационара, с исключением двусторонней пневмонии. Видим, что имеет место острый облитерирующий бронхиолит, который отличается от всех предыдущих вариантов тем, что даже в спокойном промежутке, когда у ребенка нет обострения, он может покашливать и будет выслушиваться определенные скрипящие, крепитирующие хрипы в легких, рецидивирующий бронхит, который чаще двух-трих раз в день, и хронический бронхит с облитерацией, хронический бронхит простой и слизистогнойный. Тут уже, конечно же, помогают результаты, которые получают при проведении бронхоскопии. Повторяется, я даю источник 2015 года, где повторяется все звучащее выше. И, наконец, особенности шумного дыхания в зависимости от точки приложения вирусных инфекций. Стридорозное дыхание при постоянном грубом звуке, который возникает на выдохе, частыми причинами которого также могут быть в том числе и инфекционные заболевания. Если мы будем решать с вами вопрос кашель, лечить или не лечить, вот где мы здесь поставим запятую. Лечить нельзя, не лечить или лечить нельзя. Нужно лечить. Очень важно понимать, что начинать лечение ребенка, у которого основным симптомом является кашель, нужно с самых простых методов, таких как обильное питье, промывание полости носа, увлажнение воздуха окружающей ребенка среды. При этом температура воздуха не должна превышать 18-20 градусов. Если вы хотите помочь ребенку, у которого уже есть влажный кашель, массажем, пастуральным дренажем или проведением дыхательной гимнастики, это также не является противопоказанным. Но если мы имеем дело с бронхитами, как наиболее частым поводом для назначения медикаментозной терапии у детей. На этом слайде представлены те проблемы, которые сейчас наблюдаются у пациентов детского возраста. Обратите, пожалуйста, внимание, что имеет место лавиноподобра нарастание числа новых методов лечения. Достаточно агрессивно работает реклама. К сожалению, бывают варианты полипрагмазии, но и все это связано с определенными затратами в семье. Поэтому можно определиться таким образом, что лечить кашель нужно в тех случаях, когда кашель нарушает самочувствие и состояние пациента. Кашель при условии перевода его из сухого, непродуктивного во влажный продуктивный является целью проведения такой терапии. Муколитическая терапия, которая используется в последние годы, учитывает в обязательном порядке причину формирования кашлю и механизм работы противокашлевых препаратов. Вы видите разные варианты кашля, которые здесь представлены. Нижняя строка – это противокашлевые засобы, отхаркивающие имуколитические препараты, которые появились на рынке на протяжении последних десятков лет и, пожалуй, обозначали собой новую эру проведения рациональной терапии. Если учесть, что в Украине на сегодня зарегистрировано более 300 противокашлевых препаратов, если говорить о том, что алгоритм подбора лекарственных препаратов начинают традиционно с препаратов растительного происхождения, особенно если речь идет о первичном звене здравоохранения, ничуть не противопоставляя данные своего доклада предыдущим звучавшим, хочу сказать, что растительное происхождение лекарственного препарата еще не обозначает его полной безопасности, как, собственно, любого препарата. И вот если мы пройдем по тем вариантам рациональной терапии кашля, которые уже звучали в целом, и первыми из них вспомним о наличии препаратов противокашлевого действия, обратите, пожалуйста, на нижнюю строчку. Препараты, которые нередко употребляются, хотя препараты, точкой приложения которой является подавление действия кашлевого центра, они крайне редко применяются в педиатрии. Если говорить о препаратах этой группы наркотического действия, то здесь условия стационара и особенные показания. Онкология для угнетения кашлевого рефлекса при проведении бронхоскопии или других хирургических вмешательствах. Если говорить о препаратах ненаркотического действия, они, к сожалению, используются достаточно часто неправильно и необоснованно. Поскольку и показаниями к их назначению являются препараты, являются ситуации с необходимостью угнетения кашлевого рефлекса, а это в педиатрии достаточно редкая ситуация, которая возникает при коклюше и достаточно ограничена по показаниям. Нужно ли подавлять кашель? Еще раз повторим, что препараты, которые угнетают кашлевой рефлекс, используются крайне редко и они, по сути, противопоказаны детям раннего возраста. Муколитики, которые разряжают мокроту за счет изменения структуры слизи, не увеличивая в объеме содержимое трахеобронхиального дерева и очень значимо способствуют удалению бронхиального секрета, собственно, прекрасно восстанавливают проходимость дыхательных путей. Мы будем говорить сейчас очень коротко об амбраксоле, который относится к секретолитикам и имеет очень выраженное отхаркивающее действие. Подтверждена его эффективность во многих многоцентровых исследованиях и та особенность, что амбраксол повышает содержание сурфактантов легких, это, в общем-то, достаточно важная характеристика препарата, который хорошо переносится даже при длительном использовании. Если добавить к этому, что он повышает двигательную активность ворсинок мерцательного эпителия, усиливая мукоцеллярный клеизнс, то можно сказать, что это хорошее действие препарата. Второй препарат – карбоцистеин. Муколитик, отхаркивающий, который активирует другое звено, другие ферменты в слизистой оболочке бронхов, восстанавливает нормальную активность секреции бронхов и повышает уровень секреторного иммуноглобулина А. Вы видите, достаточно много исследований, последние относительно свежие, и говорят о том, что он способствует регенерации слизистой оборочки. Риновинусная инфекция, которая является достаточно актуальной у детей раннего возраста, и здесь есть доказательная база относительно того, что угнетается риновинусный инфект в эпитальных клетках человека, который получает лечение карбоцистеины. Поэтому можно говорить, что их сочетание и возникновение препарата под названием мелистан позволяет полагать, что это эффективный, достаточно безопасный муколитик при острой хронической патологии различных отделов дыхательных путей. В чем фишка сочетания карбоцистеина с амбраксолом в этом препарате? Если карбоцистеин с его особым действием начинает активно работать через 2-4 часа, то амбраксол, эффект его наступает в течение суток, и совместное действие значительно уменьшает кашель и объем мокроты, уменьшая гиперреактивность бронхов. Есть специальные исследования, за определенное время ответено на этот доклад, но есть метаанализы по бронхиальной астме, где именно применение такой комбинации значительно способствовало снижению гиперреактивности бронхов в детской популяции. Есть доказательная база о том, что препарат способствует регенерации слизистой оболочки, и очень хорошо, что он имеет антиоксидантное и пневмопротокторное действие. Состав понятен. Взрослым и деткам старше 12 лет таблетки и очень хорошо зарекомендовавший себя сироп мелистана, который можно употреблять у детей от 2 лет. Мирная ложечка, половина мирной ложечки, показания острые хронические заболевания дыхательных путей. Собственно, рациональная терапия кашля у детей, рациональная муколитическая терапия, появление новых компонентов, активных компонентов муколитиков, дает нам основания полагать, что дети наши могут выздоравливать быстрее и быть здоровыми, собственно, чего желаю всей уважаемой аудитории. Спасибо за ваше внимание.